Субтитры создавал DimaTorzok Мы пришли к Матфея, 5 глава, 20 стих В предыдущих стихах Ешуа сказал, что он не пришел отменить Тору, но утвердить, исполнить ее И он сказал, что тот, кто исполнит заповедь и научит этому других То он будет великим в Небесном Царстве И тот, кто не будет, будет не забыть И научит этому других, даже маленькую заповедь Будет маленьким в Небесном Царстве И я сделал вывод в прошлом уроке, что я не хочу быть маленьким Я маленький в этом мире Но в Небесном Царстве я хочу быть великим И я надеюсь, что вы также хотите быть великими И важными в Небесном Царстве Поэтому мы должны быть не только верить в Ешуа, но и доверять Ешуа в тех вещах, которые он говорит И делать те вещи, которые он говорит И мы пришли к 20 стиху Если вы не будете исполнять волю Бога лучше, чем фарисеи и учителя Закона Не войдете в Царство Небес Занятно, что Павел, Галатом 5 главе Дает список дел плоти Это зависть Блуд Волшебство Клеветы И все, кто делает эти вещи, он не будет Царство Небес И здесь мы говорим Если вы не будете исполнять волю Бога лучше, чем фарисеи и учителя Закона И мы тоже не попадем в Царство Небес Проблема, что большинство людей не знают, в чем была праведность книжников и фарисеев Тот, кто живет в Израиле И сегодня я Увидеть, с какой серьезностью Ортодоксальный иудаизм относится к выполнению заповедей И очень здорово, наглядно это видеть на праздник Суккух Люди приходят купить лулав И это этрог Этрог То есть цитрон Значит это мирт, пальмы, вербы И он берет специальное визжительное стекло И проверяет, чтобы пальмами ветви там был кончик вот этот Он достаточно прямой, чтобы достаточно был пригоден для выполнения заповедей Заботятся о самых мельчайших подробностях Иешуа в мать 23 Он говорит, что вы дожди Летать ма сер Ма мента В мать 23 Иешуа говорит, что вы заботитесь о том, чтобы отделять десятину от мяты От приправы От приправы От приправ с сада Он не сказал им прекратите это делать Он говорит, что вы делаете это, но вы делаете это И делаете это, но занимаетесь большими делами Милост, любовь Справедливость по отношению к другим людям А здесь он заявляет Что ваша праведность должна быть больше чем у фарисеев Мы всегда говорим плохо о фарисеях И есть недоверие над фарисеев Иешуа иногда их называет лицемерами Он не изобрел эту мудрость Первый, кто называет их лицемерами Это король Янай 50-60 лет до Иешуа Он первый, который назвал фарисеев лицемерами Он сказал так своей жене Не волнуйся от тех, которые фарисеи Позаботьтесь о том, что они были фарисеи, но лицемеры Ага, нужно вызывать беспокойство те фарисеи, которые являются лицемеры Не все лицемеры Но среди них есть лицемеры Как есть лицемеры в любом обществе Но здесь Иешуа говорит Мы должны быть лучше чем они Более праведниками чем они Если мы хотим войти в Божье церство И так Иешуа начинает трактование Торы Вы знаете, что предкам вашим было сказано Не убивай Тот же, кто совершит убийство Должен ответить за это перед судом Я говорю вам Даже тот, кто гневается на брата Должен ответить за это перед судом Тот, кто скажет брату дурак Должен ответить перед советом Должен ответить в огне гиены Двори מאוד хамурим Очень печально И следующее вещь, которую я хочу трактовать Что такое слышание, что сказано Что вы понимаете это очень конкретным образом Написано, как написано, так и понято То есть, катув, не терцах Написано, не убей То есть, ты можешь его избивать до тех пор Пока он почти не умрет И значит, если он не умер Значит, ты не сделал греха Након То есть, если ты получаешь эту мечту Не терцах Если ты берешь заповедь, не убей Буквальным образом Буквальным образом То есть, ты можешь избивать Так можешь избивать Лехтох לו אצבע Отрезать пальцы Как мафия Как мафия Он не умрет Не умер А значит, не сделал греха И так люди это поняли Но в Медраше Сказано это не так Намерение, с которым написано заповедь не убей Не то, чтобы ты довел человека почти до смерти И он не умер Потому что у нас есть еще другие заповеди в Торе Которые пересекаются с понятием не убивают Например Ваикра, Парек 19 Левит 19 Не стой на крови ближнего твоего Это значит, ты не можешь видеть человека, который стекает кровью И ничего не сделать, чтобы ему помочь Ты должен Избежать страдания своего брата Поэтому Иешуа говорит Не думайте, что это просто буквально Буквально понимать Вот эта заповедь не убивая Пришла для того, чтобы научить нас Даже не приближаться к убийству И убийство не начинается руками Начинается в сердце Когда человек начинает ненавидеть брата Когда человек начинает желать ближнему плохого Вот там это начинает В ненависти В зилзол Пренебрежение Пренебрежение Образа Бога, который есть в каждом человеке Поэтому Иешуа говорит Даже не думайте, что заповедь не убивая Позволяет вам достичь человека почти до смерти Ясное дело, что тот, который убьет Окажется перед судом Но я вам говорю Что цель заповеди Чтобы вы неслились Друг над друга без причины Раввины говорят Что второй храм был разрушен Из-за беспричинной ненависти Иешуа говорит нет Не сердитесь друг на друга без причины Кто будет сердиться без причины Пойдет под суд Я говорю Тот, кто скажет брату дурак Должен ответить перед советом Люди не знают вот этого еврейского слова И в греческом переводе Даже не перевели этого с еврейта Это так и осталось рака И в английском тоже рака В русском? Дурак? Дурак, это ты думаешь ли? А, как ты в русском? Дурак Окей Да, вот в этом моем переводе Написано дурак Я вам дам историю из Талмуда Который пояснит Что обозначает это слово Которое в синодальном переводе Рака Тот, кто посещает Тверию И попадет в Тверию с юга Со стороны моря Который Там находится могила Мейра Балнес Раби Мейр Балнес Обаит שלо И дом Раби Мейра Балнес Был в Тверии Но он работал в Хамад Гадер В Гадер Это, по крайней мере, 3.5-4 часа В Тверии На Сле Это 3.5-4 часа В Тверии Итак, в первый день недели В воскресенье Он ехал на работу И в ем шиши В пятницу Он переодевался Возвращался домой На три шабата И чистый в шабатной одежде Возвращался Домой И когда он приближался к Тверии Проходил полями И проходит одну землю Крестьянин-эхад Который работал на земле Работник на земле Как сказать Фермер Хорошо Сельскохозяйственный рабочий И он пахал И увидит, идет Раби Меер Раби Меер И Раби Меер был знаменитый раввин Знаменитый человек И вот этот рабочий был простым человеком Но он подбежал к Раби Мееру Чтобы благословить его По случаю субботы Но он был грязный Потому что работал в грязи И когда он приблизился к Раби Мееру Раби Меер сказал Раби Меер сказал В том, что я так тебя назвал Прости меня А тот отвечает Нет, я не могу тебя простить Ты не ранил меня Я не виноват в том, кто я являюсь И инженер, который меня проектировал Он меня сделал таким Поэтому ты должен просить прощения у мастера Который меня сделал так Он отвечает Нет, я прошу прощения Я не это имел в виду Прости меня Я понимаю Как это тебя ранило И как это печально Рабочий говорит Но я не могу тебя простить В том, что было Не против меня лично Рабочий вернулся К своей похоте Раби Меер просит у него Ну прости меня, прости И тот не прощает его Пришло время Собирать инструменты Лехать, лохзор Раба Ида Лешаббат Лешаббат Вести осла Домой Принимать ванну Перед Шаббатом И Раби Меер Идет за ним И просит прощения Вошел в город Твери И все уважаемые люди города Видят, как Раби Меер Просит у этого человека Просит его Чтобы он его простил И тот его не прощает И знатные горожане Подходят к этому человеку И говорят ему Вот ради субботы Ради уважения к Раби Мееру Прошу тебя Прости Он сказал И он сказал Хорошей субботы тебе Раби Меер Я тебя прощаю До такой степени Это было глубоко Назвать человека Рака И Иешуа говорит Тот, кто скажет Брату своему дурак Должен ответить Перед советом Это высший суд Во времена Иешуа Поэтому нужно быть Очень осторожным С тем Как мы называем Человека Который создан По образу Подобию Божьему Который благословен Послушайте так же Мы продолжим Учение Иешуа Мир вам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok